Бабочки – воплощенные символы изменений. Выберите ту, чей цвет и форма нравятся вам больше всего. Если ваше внимание привлекла первая бабочка, вы честный и чувствительный человек. Вы испытываете сострадание к окружающим, включая незнакомцев. Помогать людям заложено в вашей природе. Вы мгновенно бросаетесь кого-то спасать. Не пренебрегаете собственными чувствами и просите о помощи, когда нужно. Относитесь к себе с уважением и заботой. Ваша прекрасная и добрая душа этого заслуживает. Выбрали вторую бабочку? Вы – спокойная личность, которая находится в гармонии с собой и миром вокруг. Вас характеризует слово «равновесие». У вас нет проблем с балансом личной и профессиональной сферы жизни. Люди никогда не замечают ваших проблем и неприятностей, поскольку вы предпочитаете скрывать свои чувства и отдаляться, пока не вернетесь к счастливому и спокойному «я». Те, кто выбрал бабочку номер три – творческие люди. Вы замечаете красоту в мелочах. Вы – логик, и вам нравится все анализировать, даже если в этом нет нужды. Вы – перфекционист и скорее пропустите дедлайн, чем сдадите работу, которая не удовлетворяет вас на сто процентов. Работа значит для вас очень много, и вы не возражаете против переработок. Если вам больше всего приглянулась четвертая бабочка, вам присущи амбиции, и вы очень организованы. Вы ставите себе цели и идете к ним шаг за шагом. Больше всего вы боитесь неудачи, поскольку не любите подводить ни себя, ни других. Люди, которые знают вас не так хорошо, могут подумать, что вы надменны и зациклены на успехе. Если вы выбрали пятую бабочку, вы энергичны и полны энтузиазма. Вы всегда сохраняете позитивный настрой и находите вдохновение для бесконечного веселья. Ваш главный страх – скука. Вы хотите попробовать все на свете и побывать везде. Вот почему вы берете на себя множество задач одновременно и не всегда заканчиваете в срок. Ваше сердце завоевала бабочка номер шесть? Должно быть, вы очень логичны и мудры. Окружающие просят у вас советы и критики. Вы анализируете ситуацию и не принимаете чью-либо сторону в конфликте. Вы отлично ладите со своими эмоциями и ни о чем не беспокоитесь сверхмеры. Чистая совесть – ваш секрет спокойствия. Движемся дальше. Какая из этих картинок пугает вас больше всего? Не выносите вида просроченных счетов? Вы приземленный и трудолюбивый человек. Вам нравится жить по правилам. Попробуйте хоть раз в жизни сделать что-то безумное. Вам может понравиться. Если вас пугают сцены и софиты, скорее всего, вас заботит какой-то секрет. Попробуйте поделиться им с кем-нибудь или признаться, что сделали что-то не так. А может, дело в стеснительности? Помните, что вы достойны внимания. Если вас пугает идея расставания, скорее всего, вам не единожды разбивались сердца. Попробуйте найти новое увлечение. Сменить прическу, купить одежду, которую не надели бы раньше, и полюбить себя не меньше, чем свою пару. Это только укрепит ваши отношения. Ваш главный кошмар – это ночные кошмары? Попробуйте медитировать, прежде чем ложиться в постель. А еще примите тот факт, что вы не можете контролировать все в своей жизни. Периодически ошибаться – совершенно нормально. Змея символизирует врагов. Если вы знаете, кто это, попробуйте сделать первый шаг и решить конфликт мирно. Если это невозможно, проводите больше времени с дорогими людьми и помните, что невозможно нравиться всем. Боитесь больших открытых пространств, то есть неизвестности? Тогда вы человек, которому необходимо всегда иметь план и который ненавидит сюрпризы. Совершенно нормально иногда опускать все на самотек. Результат может оказаться лучше, чем вы ожидали. А теперь решите, какое изображение неба лучше всего отражает ваше настроение в данный момент. Если это небольшие облака, через которые просвечивает солнце, у вас бывают взлеты и падения, но вы довольно уравновешенный человек. Вы держите эмоции под контролем и знаете, что за любой тучей прячется солнце. Небо без единого облачка. Вы счастливчик. Сейчас ваша жизнь устраивает вас целиком и полностью. Вам не нужен повод, чтобы улыбаться и радоваться каждому дню. Берегите это чувство. Гром и молнии. Должно быть, вы сейчас проживаете неспокойный период в жизни. Новая работа, переезд, крупный и необычный проект. Примите это. Из перемен вы извлечете бесценный опыт. Выбрали красивый закат? Значит, вы проживаете период размышления о жизни. Вы смотрите в прошлое с благодарностью и легкой грустью. Лучшее еще впереди. Романтичное розоватое небо говорит само за себя. Вы влюблены. Это может быть человек, работа, хобби или даже вы сами. Цените это чувство. Если ваше небо серое, без единого проблеска солнца, держитесь. Иногда единственный выход – это двигаться вперед. Помните, что просить о помощи и поддержке, когда они вам нужны, совершенно нормально. Какая из этих картинок вдохновляет вас больше всего? Чистый холст ждал именно вас? Скорее всего, вы устали от повседневной рутины и хотите что-то изменить в своей жизни. Начните с малого и вы не пожалеете. Если вы остановились на пазлах, вам нравится решать задачи, с которыми не справится больше никто. Вы испытываете счастье в процессе роста, изучения нового и разнообразных проверок себя. Если выбор пал на огромный дом, вы семейный человек. Вы не уедете далеко от родных даже за все деньги мира. Самое большое счастье вы испытываете, помогая другим. Готовы перенестись прямо в джунгли? Вы прирожденный исследователь. Для вас скука – синоним катастрофы. Продолжайте в том же духе, но будьте осторожны и хоть немного практичны. Если вам не терпится взойти по карьерной лестнице, вы точно знаете, чего хотите от жизни и не боитесь взять свое. Вы целеустремленны, сосредоточены и амбициозны. Это хорошо, если только вы не наказываете себя за небольшие неудачи в процессе. Если больше всего вас мотивирует фото кроссовок, скорее обувайтесь и отправляйтесь на пробежку. Наверное, вы долго ее откладывали. Пора преобразить дом. Какой узор вы бы выбрали для одной из стен в гостиной? Если вы предпочитаете классику, вам должно быть не нравится выделяться и привлекать к себе чрезмерное внимание. Вы слишком полагаетесь на мнения окружающих. Высказывать свою точку зрения порой бывает полезно. Если вы выбрали тропические мотивы, вы сердце и душа любой вечеринки. Даже в офисе вы находитесь на волне отпуска. Так жизнь кажется куда веселее. Если вы выбрали простую белую стену, скорее всего, вы немного перегружены происходящим. Попробуйте проводить больше времени на улице, чтобы успокоиться и очистить разум. Поклонники черно-белого узора обладают аналитическим умом и внимательностью к деталям. Если это ваш вариант, вы отлично ладите с цифрами и планированием. И никогда не принимаете спонтанных решений. Если вам приглянулась пастельная палитра, вы любящий и заботливый человек. У вас много друзей, и вы всегда ставите их на первое место. Дом, значит, для вас очень много. Поэтому вы содержите его в образцовом порядке и покупаете милые мелочи, чтобы он стал еще уютнее. Если вы выбрали яркий абстрактный дизайн, вы творческий бунтарь. Вас не страшит самовыражение. Вы живое воплощение независимости и индивидуального стиля от цвета пальто до узора на стенах.